16 декабря на площадке публичного акционерного общества КАМАЗ под председательство заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберта Каремова прошло заседание Стратегического совета по развитию инженерного образования передовых инженерных школ Казанского Федерального университета. Ректор КФУ Линаер Сафин в рамках рабочего визита в набережные Челны принял участие в заседании совета. Встреча прошла в смешанном формате, дистанционно и лично. На мероприятии лично присутствовали мэр набережных Челнов Наиль Магдеев, заместители генерального директора ПАО КАМАЗ Ири Кумеров и Жанна Халиулина, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Софиуллин, проректор по образовательной деятельности КФУ Екатерина Турилова, директор набережной Челненского института КФУ Махмур Ганиев. Дистанционно же к встрече присоединили заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов и многие другие. Члены стратегического совета рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности и дальнейшего развития передовой инженерной школы Казанского университета Киберавтотех. О выполнении плановых показателей ПИШКОФУ за 2022 год доложила директор инженерной школы Гузель Капитонова. Она подробно остановилась на выполнении научно-исследовательских работы и проведения образовательного процесса с участием сотрудников КАМАЗа, стратегического партнера КФУ в реализации данного проекта. Также было представлено рассмотрение участников заседания план работы школы на 2023 год, включающий в себя разработку и внедрение образовательных программ, повышение квалификации ППС, инженеров, прохождение студентами стажировок, а также научно-исследовательские работы по приоритетным направлениям деятельности ПИШ и закупку необходимого оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий и опытных производств. Программа ПИШ развивается согласно его дорожной карте. То есть мы на сегодняшний день уже запустили две образовательные программы, в рамках которых обучаются 20 бакалавров и 13 магистров. Также у нас запущены научно-исследовательские работы по 8 темам совместно с КАМАЗом. Прошли повышение квалификации 59 сотрудников КАМАЗа, прошли повышение квалификации 15 сотрудников Найберно-Ченненского института, которые как раз преподают у нас в передовой инженерной школе и пишут по программе на следующий год. В ходе обсуждения программы развития инженерной школы члены совета утвердили ее бюджет на следующий год и план закупок оборудования. Кроме того, был согласован и перечень образовательных пространств, которые планируются дополнительно создать в структуре ПИШ. Речь идет о новых лабораториях и университетской стартап-студии. Карина Саяхова, Универньюс.